Рамадан Рамадан – особый период жизни каждого мусульманина. Для последователей пророка – мир ему. Это время молитв, благих деяний, внутренних размышлений, пересмысления жизни и духовного очищения. Более того, Коран был послан людям именно в Рамадан. Иными словами, данный период имеет важную роль для каждого верующего. В Коране сказано, «Месяц Рамадан – это месяц, в который был неспослан Коран как руководство для людей. Доводы истинного пути и развлечения между истиной и ложью. И кто из вас застанет этот месяц, пусть постится в нем». Мы проживаем с вами уже второй священный месяц Шабан. И остается совсем немного времени, когда каждый мусульманин, весь мусульманский мир подойдет к одному и самому главному событию в своем календаре. Верующий – это священный месяц Рамадан. Чем он так священен каждому из верующих? В этот месяц произошло много-много событий. И главный из них – это на протяжении всего месяца с этими событиями верующий может, а я бы сказал и должен, окунуться в эту благословенную среду, получить возможность благословения его деятельности в его жизни от Всевышнего Аллаха, получить одобрение, награду, чтобы его дела повседневной мирской жизни были приняты. Но, разумеется, для этого нужно и жить по повелениям Всевышнего Аллаха. Дорогие братья и сестры, я очень вас искренне прошу, не забудьте тех людей, которые не могут прийти на тарових, которые не могут прийти днем, мечеть или навстречу с вами по состоянию физическому. Навестите их. приукрасивая их жизнь своей беседой, своим участием, своим вниманием, очень значимо показать, что мы, как верующие истинно, являемся носителями мира, благородства, милосердия, братства, помощи, используйте эту благодатную возможность божественной милости, которая потоком льется на нас, мирских жителей, с неба. Пусть Всевышний Аллах поможет нам достичь поставленные благородные цели, проявить по высшей мере поклонение Ему, совершать все благодатные дела, совершать и молитвы в поисках милости, не только каждый день священного месяца, но и в десять тех последних дней, начиная с ночи, лейлетр, кадр. Этот месяц сказано в Коране лучше тысячи других месяцев. Давайте все с вами используем их, чтобы жизнь наша главная мир была более благоустроенная, была принята Всевышним Господом, и чтобы окружающий сосед, вся среда нашей, белорусского народа, белорусской нации были довольны нами, что мы дополняем этот христианский мир добро. добро, взвешенным отношением, братской помощью друг к другу. Мы помогаем попавшим в беду людям. Мы помогаем человеку быть человеком, тем созданием, на который планировалось создание Всевышний Всевышний Аллах. Ассалам алейкум ва рахматуллахи ва барикату. В Рамадан существует традиция посещать родных и близких. Каждому мусульманину в течение Рамадана следует быть более усердным, настойчивым в поклонении и сострадательным к окружающим. Сострадание может проявляться как в оказании помощи отдельно нуждающимся в виде еды, питья, одежды, а может проявиться в благотворительных акциях для целых мусульманских общин. Рамадан является месяцем, когда каждый мусульманин может проверить свою веру и стойкость. Эту возможность покаяться за плохие деяния и попросить прощения у тех, кого обидел словом или делом. Рамадан помогает лучше понять тех, кто обделен пищей, питьем, кровом. Именно поэтому в день праздника по окончании Рамадана сплочаются сердца всех мусульман мира. Для меня Рамадан это отличный повод не только собраться, но и поговорить по душам, сблизиться и согреть друг друга той теплотой, которой на сегодняшний день многим не хватает. Лично для меня Рамадан это сердце, души, которое греет и заставляет сердце биться снова и снова и передавать это добро, эту положительную, неповторимую энергетику окружающим. потому что нас видят не только мусульмане, но и немусульмане, которые проживают на территории Беларусь. И мы им показываем, что мусульмане это все-таки мирные люди, которые умеют творить добро, нести это добро должным образом и показывают чистоту своих намерений для всех. Последние десять дней Рамадана, время особой духовной силы, верующие стараются стать ближе к Всевышнему посредством богослужения и хороших дел, ожидая ночи могущества и предопределения ляйля тулькадр. В эту ночь пророку Мухаммаду, мир ему, была неспослана первая сура Корана. Ценность этой ночи для того, кого она застала в молитве, равна поклонению на протяжении тысячи обычных месяцев, а это примерно восемьдесят три года. В ночь могущества ля-ля тулькадр самым лучшим для мусульманина считается совершение покаяния, чтобы Аллах простил все его грехи. В эту ночь совершаются дополнительные намазы, читается священный Коран, анализируются ошибки проведенных дней и месяцев, прощаются былые обиды, строятся планы на будущее. Ассалям алейкум арахматуллахи ва баракяту. Священный месяц Рамадан для меня это милость Божья, потому что в священный месяц Рамадан я имею возможность получить довольство Всевышнего Аллаха, очиститься от своих грехов, укрепить свой иман и стать намного лучше, чем я был в прошлом году. И поэтому священный месяц Рамадан это то, что нам повелел Всевышний Аллах, это его прямой приказ. И в священном хадисе Кути Всевышний Аллах говорит, что священный Рамадан он для меня, поэтому поститесь, и я за него буду вознаграждать. И поэтому уважаемые братья и сестры, соблюдайте месяц Рамадан, укрепляйте свой иман, очищайтесь от грехов и становитесь лучше. И чтобы после окончания Рамадана этот позитивный настрой и укрепление веры только росло, а не падало. И чтобы Аллах дал возможность нам всем дожить до следующего Рамадана с более крепким иманом, более полезными знаниями о нашей религии и о нашем Всевышнем Аллахе и его посланнике. Рамадан – великий праздник мусульман, один из пяти столпов ислама. Он помогает укрепить веру, преодолеть слабость духа и достичь духовного очищения. В Коране сказано, о верующие, предписан вам пост так же, как он был предписан тем, кто жил до вас, чтобы вы были богобоязненными. Щедрого вам Рамадана! 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 Продолжение следует...